Вова Высоцкий родился в конце января 1938 года в московском роддоме номер 8 на 3-й Мещанской улице. Сейчас на стене здания прикреплена памятная доска с его датой рождения. Он не был желанным ребенком. Его рождение не планировали. На тот момент от былой любви между его папой и мамой почти не осталось следа. Родители будущей звезды советской эстрады и кинематографа познакомились в Москве в 1930-х годах. У обоих была непростая, но очень интересная работа. Мама Нина Максимовна Серегина, закончив курсы немецкого языка, поступила в иностранный отдел ВЦСПС, потом работала в интуристе, а позже и вовсе в уникальной организации – в бюро транскрипции при главном управлении геодезии и картографии НКВД СССР. Члены переводческой группы, включая Нину Максимовну, работали рядом с печатными машинами в огромных типографских цехах. Они проводили квалифицированную замену немецких топографических названий населенных пунктов русскими буквами, то есть делали транскрипцию. После внесения изменений, отредактированная карта отправлялась в картографическую машину для дальнейшей обработки. Затем отпечатанные карты с транскрибацией отправлялись советским военным как секретный груз. Папа будущего барда Семен Владимирович был военным связистом. Сразу после окончания Московского политехникума связи получил офицерское звание. В 1935 году молодой человек знакомится со старшей сестрой своего товарища Владимира Ниной. Нина оказывается во всех отношениях приятной девушкой, умница, красавица, со своей жилплощадью, что в столице во все времена было достоинством для незамужней барышни. Вскоре молодые люди решают пожениться. Сразу после института Семена Высоцкого распределили в Новосибирск работать на местный почтант. Нина, естественно, последовала за супругом. Но семейная жизнь молодых не заладилась. Они прожили вместе около двух лет, и девушка решила вернуться обратно домой, в столицу. Официально развод они не оформляли. Через некоторое время Семен Высоцкий получает от Нины письмо с неожиданным содержанием. «У нас будет ребенок. Что делать?» Из воспоминаний Семена Высоцкого «Я собрал друзей, и мы пошли в ресторан центральный. Сели, выпили грамм по 300 и все решили. Утром я послал Нине такую телеграмму. Рожай, о ребенке буду заботиться в любом случае». Спустя пару месяцев Высоцкий-старший вернулся в Москву, но жить с беременной супругой не стал. Переехал к отцу. Незадолго до родов он попросил Нину. «Назови сына Владимиром, в честь моего отца и твоего брата». В случае рождения наследника, Семен пообещал молодой супруге дорогой по тем временам подарок. Наручные часы. «А что если девочка?» Нина про себя решила, что если родится дочь, назовет ее Алисой. 25 января 1938 года, во вторник, в 9 часов 40 минут утра, Нина родила мальчика. Первый мужчина, взявший младенца на руки, был его родной дядя, Алексей Владимирович Высоцкий, Впоследствии боевой офицер, артиллерист, журналист и писатель. Видимо, отмеченный в подсознании факт сыграл какую-то важную роль во всей дальнейшей жизни Владимира, потому что к единственному дяде и другу он испытывал необыкновенное доверие. Раннее детство будущего барда прошло в огромной столичной коммунальной квартире гостиничного типа. По советским меркам, маленький Володя ни в чем не нуждался. Всего у него было в достатке. Родные и знакомые, вспоминая, каким он был в раннем детстве, говорят, что тот был занятным, очень общительным ребенком. Это и понятно. Коммунальная квартира для малыша – это микространа, в которой ты всегда свой, где, не выходя из дома, можешь поиграть, побеседовать со множеством взрослых и детей, где тебе всегда рады и могут помочь. Началась война. Семен Владимирович ушел на фронт, сын остался с Ниной. Прощание с отцом Владимир Высоцкий вспоминал с надрывом и детской обидой, которая теплилась глубоко внутри долгие годы. Я помню, например, как я провожал отца на фронт. Досконально просто, до одной секунды. Как меня провели в поезд, как я сел, сказал, вот тут мы поедем. Они говорят, ну пойдем на перрон, там погуляем. И вдруг я смотрю, а он уже машет платком мне, а обратно меня нес дядя Яша, на руках. Потому что я был в совершенной растерянности и молчал, обидевшись, что меня так обманули. Я уже с отцом ехал, и вдруг они меня не взяли. Некоторое время после отъезда папа Высоцкий-младший жил в Москве. Маленький Володя с Ниной были вынуждены дежурить на крыше, тушить падающие туда зажигательные снаряды, во время бомбежек спешить в бомбоубежище. Позже они попали в эвакуацию и прожили в Оренбургской области два года. В это время на фронте Высоцкий-старший познакомился с Евгением Лихолатовой женщиной, которую он искренне и на всю жизнь полюбил. После сомнений и переживаний Семен принимает решение официально развестись с женой. Никаких чувств к супруге у него не осталось, но в то время к разводам партия относилась отрицательно. Нина с пониманием отнеслась к поступку мужа. Пора с ним было лучше, чем вместе. Развод родителей оставил глубокий след в душе будущего Барда, а позже отразился и в его творчестве. Это событие Высоцкий, в частности, упоминает в автобиографической композиции «Баллада о детстве», где есть такие строки. «Возвращались отцы наши, братья по домам, по своим да чужим». Эти строки – биографическая отсылка. После окончания войны Высоцкий-старший переехал жить к своей второй супруге Евгении в Москву в Большой каретный переулок. Через некоторое время наладилась и личная жизнь Нины, она вновь вышла замуж. Избранником стал Георгий Барташ, преподаватель английского языка. До наших дней не сохранилась информации, оформила ли она свои отношения со вторым супругом официально. Все бы хорошо, но начались проблемы иного характера, отчим Вовы никак не мог найти с ним общий язык. Они ссорились и ругались. Нельзя сказать, что будущий Барт как-то слишком шалил и доставлял много хлопот, скорее дело было в необоснованной агрессии Георгия. Мужчина был любитель выпить, а из-за воздействия алкоголя был груб и жесток к супруге и пасынку. Нина же закрывала глаза на проблемы Георгия с алкоголем, считая, что он пьет не больше остальных. К тому же, у Нины никак не получалось уделять сыну достаточно внимания. Мальчик уже ходил в школу, но проверять задания и делать с сыном уроки у женщины никак не удавалось. Тогда она работала в Министерстве внешней торговли, домой возвращалась поздно. Высоцкий-старший редко видел сына. В одной из встреч Вова рассказал про плохие отношения с отчимом и непростую обстановку дома. Мужчина давно хотел забрать сына в свою новую семью, а тут такой повод. Вова Высоцкий стал официально проживать с отцом и мачехой после суда. Там определили его место жительства. Никаких затруднений с этим не было. На тот момент Семен Владимирович занимал хорошую должность, был в достаточной мере финансово обеспечен. Суд принял решение в пользу отца. Нина Максимовна никогда от сына не отказывалась. Но вот так сложились обстоятельства. Она часто виделась и общалась с мальчиком. Трудно было в период, когда Вова уехал с отцом в ГДР на продолжительное время. Володя почти сразу привык к мачехе. Стал даже называть мамой Женей, но она запретила так к себе обращаться. Она не единожды проводила с ним разъяснительные беседы, что мама у него одна и она его очень любит. Мамой он может называть только ее. По долгу службы отец Вовы долгое время отсутствовал дома. На плечи Евгении легли все хлопоты по бытовому обслуживанию и воспитанию пасынка. Делала это она с большим удовольствием. Мама Женя бывало, что и баловала Володю. Из воспоминаний Высоцкого-старшего. Они с первых дней нашли общий язык, полюбили друг друга, чему я был рад. В чем-то она, как мать, и потакала ему. Например, загорелось Володе иметь костюм, как у папы, и чтоб обязательно сапоги хромовые с тупым носком. Жена бегала несколько от Илье, пока нашла мастера-обувщика. Наконец, форма была готова. Володя взял свои сапоги, поставил рядом с моими, сравнил. И когда увидел, что они совершенно одинаковые, радости не было предела. Он и фотографироваться пошел с охотой. На экране вы сейчас можете увидеть те самые фотографии. Между Евгением и мальчиком сложились теплые дружеские отношения. С годами это не ушло, не растворилось во времени. Когда Высоцкий уже был знаменитостью, он старался почаще навещать отца и мачеху. Без подарков домой не приходил. Для Семена Владимировича и Евгении Степановны стала большим ударом смерть Владимира Высоцкого. На тот момент маме Жени было уже 70 лет, но до своего 80-летия она не дожила. Случилось непредвиденное несчастье. Зимой 1988-го Евгения Степановна выходила из подъезда собственного дома. В этот момент на нее рухнула глыба из льда. Спасти ее не удалось. Ставьте лайк, если Вам понравилось это видео, и не забудьте подписаться, впереди много интересного. Жду Ваших комментариев ниже под видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok